Александр Энберт – представитель отечественной школы фигурного катания, которая воспитывает сильных духом спортсменов, выходящих на лёд вопреки обстоятельствам. Александру на пути к весомым результатам пришлось поменять множество партнёрш, пережить расставание с тренером, поменять место жительства и ещё и жениться. Но ни разу на этом пути он не хотел расстаться с фигурным катанием. Далее мы расскажем, как живёт Александр Энберт, биография и победа в шоу «Ледниковый период». Ну а с вас уже по традиции лайк, подписка, комментарий. Александр Энберт родился 17 апреля 1989 года в Ленинграде. На коньки встал в возрасте 6 лет. Начинал кататься в цыпокео на естественном катке. Позже стал тренироваться в спорткомплексе «Юбилейный». Его первыми наставниками были Робин Шалковы и Алексей Соколов. Начинал как одиночник. В связи с высоким ростом и мощным телосложением тренеры посоветовали Энберту пойти в парное катание. Его первой партнёршей стала Виктория Казанцева, с которой он участвовал в чемпионате мира среди юниоров 2006 года. Пара заняла 12 место. В 2007 году он встал в пару с Ксенией Озеровой. Тренировались они под руководством олимпийской чемпионки 1998 года Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева. На своём первом чемпионате России среди юниоров стали шестыми. В сезоне 2008-2009 пара приняла участие в юниорской серии Гран-при, выступила удачно и прошла отбор в финал. Там в короткой программе Ксения сильно подвернула ногу, пришлось останавливать музыку и прерывать выступление. Они всё же докатали программу до конца, но с произвольной вынуждены были сняться. Выяснилось, что у Ксении серьёзная травма – надрыв связок. Из-за этой травмы пара не участвовала в чемпионате России и в первенстве страны среди юниоров, но решением Тренерского совета Федерации фигурного катания была направлена на универсиаду в Харбин, где стала второй следом за китайской парой Джань Дань и Чжан Хао. Далее, в связи с отказом Любови Илюшечкиной на Дарьи Мэйсурадзе от участия в чемпионате мира 2009 года из-за травмы, Ксения Озерова и Александр Эмберт были включены в сборную страны на турнир. На мировом первенстве дебютировали неудачно, попали в первую разминку короткой программы, оба упали при исполнении параллельного прыжка, а затем Ксения упала с выброса. В итоге заняли предпоследнее 24 место. Неудачным стал для них и следующий сезон. Они заняли лишь шестое место на чемпионате страны и в сборную не попали. В 2010 году его новый тренер Тамара Москвина поставила Александра Эмберта в пару с бывшей одиночницей Катариной Гербольд. В первом же совместном сезоне на чемпионате России 2011 пара заняла четвёртое место, опередив гораздо более скатанную и опытную пару Илюшечкина Мэйсурадзе. А поскольку победившие на этом чемпионате Татьяна Волосожар и Максим Драньков не смогли принять участие в чемпионате Европы из-за карантина партнерши, связанного со сменой гражданства, то Гербольд и Эмберт вошли в сборную на этот турнир, где стали четвёртыми. В 2012 году Катарина Гербольд получила серьёзную травму на тренировке. Из-за этого пара снялась с этапа в гран-при и пропустила все соревнования первой половины сезона 2012-2013 годов, включая чемпионат России. С апреля 2014 года Эмберт начал кататься в паре с Василисой Дованковой. Дебют пары состоялся в Канаде на турнире Autumn Classic International, где фигуристы финишировали в шестёрке. На российском чемпионате в конце 2014 года пара оказалась на шестом месте. В начале 2015 года Александр вновь сменил партнершу. На этот раз стал в пару с бывшей эстонской фигуристкой Натальей Забияко. С ней он дебютировал на международном турнире в Саранске «Мордовские узоры», где пара заняла второе место. На этапе гран-при в Москве пара заняла пятое место, а на турнире в Загребе финишировали четвёртыми. В предолимпийском сезоне пара удачно выступила на домашнем этапе гран-при в Москве. На Кубке Ростелекома они взяли второе место. Во Франции на своём дебютном финале гран-при они сумели в упорной борьбе занять четвёртое место. Далее фигуристы на чемпионате России впервые завоевали бронзовую медаль. Хотя, на последовавших чемпионатах мира и Европы медалей взять не удалось, они существенно улучшили свои прежние достижения. В сезоне 2017-2018 пара взяла золото в Бергамо на Кубке Ломбардии и в Братиславе на турнире Мемориал Андреа Неппелы. Далее были успешные выступления на американском этапе в Лейк-Плэсиде и на золотом коньке Загреба. При этом пара сумела улучшить свои прежние достижения в произвольной программе и сумме. На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге пара финишировала во второй раз с бронзой. На чемпионате Европы 2018 года в Москве они завоевали бронзовую медаль. На Олимпийских играх 2018 года в Корее Александр Энберт и Наталья Забияко в составе команды России завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях. Они выступали только в произвольной программе и финишировали третьими. В 2019 году Александр Энберт и Наталья Забияко завоевали бронзу на чемпионате мира в Сайтами и третьими в составе команды России на командном чемпионате мира в Укуоке. Кроме того, они выиграли этапы Гран-при в Хельсинки и NHK-трофи в Японии. Однако в конце февраля 2020 года пара объявила о завершении спортивной карьеры. Причиной стала болезнь сердца у Александра Энберта. Сам он признавался. Завершение карьеры далось тяжело, но я не слишком эмоциональный человек и всё в жизни стараюсь воспринимать спокойно. Конечно, окончание спортивного пути – тяжёлый период. Через какое-то время я даже захотел обратно на лёд. Был какой-то внутренний протест на ситуацию. Врачи говорили, что в шоу я могу кататься спокойно. У меня не было проблем, которые требовали бы оперативного решения. Но глобально я всё равно понял, что постоянно кататься не очень хорошо для меня в плане здоровья. Осенью 2020 года Александр Энберт принял участие в шоу «Ледниковый период». Как рассказывал Александр, его пригласил Илья Авербух и предложил встать в пару с актрисой Ольгой Кузьминой, звездой сериала «Кухня». Работать с Ольгой ему понравилось. С Ольгой знаком не был. Конечно, смотрел сериал «Кухня», она очень запоминающаяся девушка. Но мы никогда не пересекались. Наверное, это не самая лёгкая смена партнёрши в моей жизни. Но важен дух творчества. Первые тренировки, когда учили простейшие элементы, были сложными. Но психологически это проще, чем в спорте. Мы пришли, чтобы получать удовольствие, дарить хорошее настроение и красоту зрителям. Ольга очень целеустремлённая, она прям работает. По его словам, они стремительно набирали обороты, выполняя всё более сложные элементы. Он пришёл в полный восторг, когда Ольга Кузьмина пошла на двойную подкрутку. В тот момент ему показалось, что это из разряда фантастики. У неё действительно талант в фигурном катании, как выяснилось. А во-вторых, у неё спортивный характер, просто характер сильного человека. Мы с ней нашли друг друга. Я человек, который только закончился спортом, такой голодный до новых свершений. И Ольга, которая тоже окунулась в мир, который ей понравился. Сказал он. Энберт также добавил, что с Ольгой работали на льду по 6 часов в день. И это был тот случай, когда любимая работа. Когда ты отдаёшь все силы и не замечаешь этого. Просто когда наступает вечер, ты снимаешь коньки и понимаешь, что тебе даже до дома тяжело доехать, потому что очень устал. Пользуясь случаем, хочу сказать. Ольга, большой привет. Мы с тобой вообще просто красавцы. Хвалил Энберт актрису, с которой победил. После ледникового периода Энберт заявил, что намерен попробовать себя в тренерской деятельности. Тренерская карьера – это классно. Здорово делиться опытом и радоваться за других. В 2021-м вновь принял участие в шоу «Ледниковый период». На этот раз его партнершей стала актриса Агата Муцинейце. Теперь о личном. Хотя Энберту часто приписывали отношения с его партнершами по льду, он говорил, что всегда был против служебных романов. Фигурист отмечал. «К партнершам я всегда относился как к коллегам по работе. Что самое сложное в притирке в новом коллективе? Наверное, найти общий язык, установить контакт, понять, что человеку нравится и как ему комфортно работать. Нужен максимальный результат. Какие-то коллеги дружат и вне работы, какие-то нет. Тут нет правильного ответа, нет правильных отношений. Бывает, что люди спорят и бьются лбами во время работы, но достигают результата. А бывает супер-друзья и тоже добиваются результата. «Мы с Натальей Забияко дружили на льду, обсуждали вообще всё, как в кино сходили, кто и что купил. Но вне льда мало общались, нам нужно было отдыхать друг от друга». Александр приносил России медали, но прославился, благодаря катанию в телешоу с известной актрисой. Как говорили злые языки, для фигуриста ледниковый период изменил всё. Всего за пару месяцев он из малоизвестного широкой публики спортсмена превратился в главную звезду популярного шоу и мечту миллионов российских женщин. В 2020 году от дуэта Александра с Ольгой Кузьминой в восторге не только зрители, но и судьи, а по количеству просмотров их выступления опережали прокаты таких глыб шоу-бизнеса, как Ольга Бузова и Регина Тодоренко. Александр и Ольга настолько органично смотрелись в номерах про любовь, что многие зрители заподозрили молодых людей в романтических чувствах друг к другу. Но на самом деле сердце Энберта давно занято. Так кто же покорил красавца-фигуриста и помог ему не сломаться в тяжелейший период жизни? После вынужденного ухода из спорта Александр переживал тяжелейший период в жизни. Нужно было заново искать себе применение, ставить новые вызовы. Какое-то время фигурист не мог смириться с тем, что карьера окончена. Чувствовал внутренний протест. Справиться с проблемами Энберту помогла поддержка любимой девушки. Александр в течение 10 лет встречался с моделью Олесей Дончук. А вскоре после его ухода из фигурного катания молодые узаконили отношения. 29 февраля 2020 года они официально оформили брак, расписавшись в Питере. Свадьба и вызванные ею положительные эмоции помогли Александру переключиться с грустных мыслей и спасли звезду ледникового периода от депрессии. Олеся Александровна Энберт – модель, участница конкурсов «Краса России» и «Мисс Максим». Олеся окончила Российский государственный гуманитарный университет. Она владеет английским, французским, японским и китайским языками, работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и успешно развивает свой блог. С ее подачи Александр тоже начал путь в модельном бизнесе. «Мы с Сашей уже более 11 лет вместе и всегда друг друга поддерживаем. Он постоянно проводит время на тренировках с другими девушками, а мне часто приходится сниматься с другими парнями. Но главное – это время, когда мы встречаемся дома и делимся всем, что произошло за день. Хотя, если признаться, мы оба немного ревнуем и не разрешаем друг другу целовать наших партнеров, даже если это актерская игра», – признавалась Олеся. А уж сколько женских сердец он разбил за эти три месяца, не сосчитать. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!